Что у нас сегодня происходит? У нас сегодня движ. У нас снова сегодня автовышка в центре внимания. Потому что водитель автовышки, он в корзине. А я за водителя автовышки. Почему так? Потому что оказывается, ну, по-хорошему, в штате держать у меня ледорубщика. Но это выяснилось недавно, пока не было никого. Ну, быстро никого не успели найти. Да и заодно водителю показать, как это... Ну, он очень переживал на пятый этаж, как доставать. Вот так и доставать. Поэтому такая работка. Дальше сейчас освобожу. Он поедет дальше на заказы освещения людям там монтировать. А я поеду заниматься лютиком. Вот. Так что зима, в принципе, все-таки это вышкарский сезон. Ну, что тут скажешь? А вообще он не заканчивается, я думаю, вышкарский сезон. Потому что летом деревья, зимой вот такое. Вот такие. Что хотел добавить? Что я делаю вообще? Я стою на фишке. Вот парадняк. Вот лед летит. И может быть кусочек и отскочит в небольшую мою сторону. Но это лучше, чем отсюда выскочит ребенок очень быстро. Воткнется либо в машину, либо ему на голову, не дай бог. Но это ладно, лирика. Вот там в кустах главное, наверное, не видно. Желтенькая такая. Желтенькая торчит в пятно. Но это автовышка такая решетчатая, вот как у моего подписчика Василия. Ее длина 17 метров. Вот она стоит и курит. Потому что 17 метров, коротко, она не достает. То есть здесь я еще подъехал поближе, и она бы здесь достала. А вот на промертан, буквально 2-3 метра в сторону, она бы уже не достала. Как раз вот этот фонд хрущевский, хрущевки, брежневки там, вот это все, вот эти пятиэтажки, они бы и потерялись. И работа вот эта бы потерялась. Поэтому такие вот дела. Вот, ладно, работаем. Потом поедем в гирлянду. Точнее, Дима у меня уже сам поедет в гирлянду, человеку повесит. Я пойду заниматься лютиком. Потому что вроде как завтра поедем копать. Ну, если успею все сделать сегодня, поеду завтра. Если не успею, то не успею. Только есть один момент. И я копать еще не умею. Ну, я учился, я знаю, как делать рычаги, как, что. Но там есть своя технология, знаете, не просто там вот так. То есть я уже знаю, что у экскаваторщиков есть такой девиз, кож должен уходить полный. То есть там движение должно быть не так вот, не так вот, а вот как-то вот так. Поэтому буду тренироваться сразу в бой, так сказать. Вот. Ладно. Попозже что-то будет интересно добавить. Ну что, у нас продолжается конкурс. У нас продолжается конкурс на уши сосулю года, как говорила Валентина Мадвиенко. Сосули. Сосули. Вот они. Работаем. Выползаем потихоньку в город уже по этой тематике. Вот. То есть светильники мы забрали и потихоньку забираем именно вот эти сосульные дела. Потому что люди ценят то, что машина, мы все договорились, приезжают, а здесь как-то так, то сломалось, то забухал и сказал это вообще, если не сказал. То есть, да, ждут машину, а человек может позвонить, сказать. Даже может не позвонить, сказать, просто не приехать. А когда он спрашивает, вы где, он может сказать, а я сломался или еще чего-то. Поэтому нет. сервис и качество ваше лучшее преимущество. Ну чего, я как всегда на фишке на своем рабочем посту по родняка тусуюсь. Что я сделаю? Охраняю, чтобы никто не прошел. И это, снег башка, чтобы не попало. Ой, нифига себе. Так вот, в чем идея? Когда вот такая срочность, люди практически вообще не торгуются. То есть там 100-200 рублей ты накидываешь, им пофиг. Все равно вышка на 2-3 часа обычно приходит, и люди готовы за него платить. Весь момент тонкий, самый тонкий, это кольщики. Кольщик, который не купола колет, а колет вот эти сосульки. Потому что все, как один, говорят, а у нас некому. Ну, некому, да. И на самом деле немного желающих вот так вот за спасибо лезть на пятый этаж, на высоту пятого этажа. И меня спрашивают, мы хотим услугу под ключ, что почем. В общем, я цену видел такую. Там у меня канистра с бензопилой. Оказывается, в этом деле нужна бензопила, потому что когда сосульки большие, ну, очень большие, и они могут набрать столько такую скорость, что расширить машины рядом, стекла, да, которые вроде убраны, но, тем не менее, они разгоняются безумно просто. Поэтому мы используем бензопилу. Аккуратненько прорезали квадратики, оно полетело, заказчик доволен, что все аккуратно. Мы довольны, потому что все не наспех, ну, поняли, да, между строк. Вот, поэтому как-то так. По кольщику я заряжаю так, 500 рублей час. 500 рублей час, та же фишка, минималка, 2 часа, даже если 20 минут, все равно это 2 часа. Ну, 20 минут, понятно, такого нет, никто не зовет. Вот, поэтому себестоимость машины получается 2, 2 100, 2 200 с кольщиком в зависимости от формы оплаты. Наличка, без наличка. То есть, по закрывающим документам, если это безнал, понятно, счет акта и погнали. Счет фактура не нужна, потому что это без НДС. Вот. А по если у вас наличка форма оплата, но всем председателям и бухгалтерии их надо отчитываться. Поэтому они просят такую бумажку, за которую мне срочно поехали в цифографию. Называется счет фактура. Ой, тьфу, про пардон. А, прихода. Приходник, приход на кассовый орден. То есть, ты пишешь, кто, какую услугу оказал, и отрываешь корешок, оставляешь. Они прикладывают. Что-то вроде товарного чека. Строишь разницу, что корешок ты часть у себя оставляешь, часть отдаешь. Вот. И все. Мне, поскольку у меня патент, мне по большому счету пофигу, да. я уже за этот патент заплачу, и как бы за это, с этого налог я платить не буду. Поэтому никаких проблем. Работаем с белую. С бумаги даем, чтобы люди могли закрываться, нас приглашать. И вот такие вот дела. Телефон просто вот такой красный. Дайте, дайте, дайте. Ну, короче, как это? Тьфу-тьфу. Фишка. Фишка поймана. В лето, в весну, ой, в лето 8 была поймана фишка с освещением. Ребята как раз вот сейчас просто на паузе. Они уехали там в соседние города работать. Вот, скоро приедут. И пока вот эти дела, вот теперь. И звонки пошли по экскаватору. Вот. Но мне просто не решить вопрос сейчас по поводу кольщика. Просто напоминаю, водитель у меня сейчас в корзине, я вместо водителя здесь. Ну, я думаю, решу этот вопрос. И все. Поэтому, в принципе, идет. Потихонечку дело идет. Парни, всем привет. Очень хорошо бы сейчас подошла музыка. Финальная вот эта из фильма про Наутилиус, Помпилиус, Зверь. Ну, можете, кто знает, в голове ее погонять пару секунд. Такая же погода. Снег, ночь. Ну и мы с газончиком прем. А куда мы прем? Мы прем в город Крестце, что находится в 120 километрах от города Старая Руссель, от которой нахожусь в 5 километрах я. Вот. В 5-7. А чем мы туда прем? Мы прем, куда работать на автовышке. Сегодня суббота. Позвонили, попросили поработать автовышкой. Я им сказал про свою географическую локацию, но, ребята, это не сильно смутило. Я им сказал цену за наличку 1300. Их тоже это не смутило. Я им сказал цену за подачу десятка. Тоже не смутило. Причем забегая наперед, они перевели дорогу вперед. Это было особое условие. Ну, знаете, как бывает иногда, когда едешь на полдороге, а мы на все проще, лучше, дешевле, ну, или просто говорят, нам не надо. Поэтому раз все переведено, все оплачено, ехать на две смены в субботу-воскресенье, вот. Будем монтировать греющий кабель, куда-то там в Крестецкую больницу, куда-то в трубопровод какой-то. Вот. Собственно говоря, почему еду я, а не Дмитрий, кто не слышал в предыдущих сериях, напоминаю, я нашел здесь толкового водителя, что великая редкость. Вот. И вообще работает по большому счету он. Потому что у Дмитрия в воскресенье день рождения, да и честно, как бы, что Дмитрий, что Владимир, я их не мордую там работать 7 на 24, потому что люди просто перегорят. Поэтому всех за руль, сейчас 6 утра, мы уже едем куда работать. по жилью я сразу сказал, господа, мне не надо вот этот какой-нибудь бомжатник, вердильник. Хотите, могу каждый день к вам ездить. Хотите, можете такси. Хотите, можете снять гостиницу. Но вот где-то там в бытовке спать я не хочу. Я это уже все проходил. Ну, как бы пришел к тому, что уже хватит спальники где-то там ютиться. Поэтому гостиница там стоит там тысячи две, наверное, в этих кресах. и то она будет неплохая. Поэтому все все устроило. Опять же, то, о чем я говорю. Люди в регионах готовы платить. Ну, это новгородские заказчики или питерские, не знаю, подрядчики. Люди готовы платить. Но они, если хотят видеть машину в 9 утра, значит, машина должна быть в 9 утра. Вот как бы и все. Ну, такой называется деловой этикет. Заразащий. А вам, наверное, не видно. Щутком отломал сейчас на морозе. Ну, как морозе, минус 1, но через 2 дня обещают минус 16. Такая вот погода у нас нестабильная. Ладно, чего, прем сейчас на заправочку, заправимся до полного, чтобы уже туда, там отработать две смены и назад хватило. Ну, и расцветет, еще поснимаем. Да, кстати, по поводу заправок, по поводу цен. Че у нас там? 53-20. 53-20, конечно, солярка. Вот. И я вам хочу сказать, что хорошо, это газон, все-таки, на дизеле, а не на бензине, потому что, иначе, можно было бы просто брать работу, только без выезда вчера, вот, заправлял манипулятор. Мы обычно заправляемся на заправке попроще, ну, когда как, ну, преимущество, ну, че, говорить, да, попроще. И вчера он заправил сто с чем-то, сто семьдесят литров на девять тысяч. Мои глаза круглые, я думаю, через телефон вылезут, когда я видел чек. ну, понятно, что она и зарабатывает, и то, и все, сама, конечно, ценовая политика с топливом у нас, бяда. Ладно, че у нас там, полный, не, еще, блядь, еще до полного лить и лить, ну, че, что-то, а, пошло. Вот, поэтому, ну, че делать? Хорошо, что на дизеле вот эти моторы, хочу вам сказать, двести сороковой, двести сорок третий, двести сорок пятый, третий, конечно, экономичны, но сколько у него газона получается расходы? наверное, о, видите, даже проливать могу себе позволить, литров, наверное, 18, как-то так, 18-17, плюс-минус, вот, ладно, че, мучим. Итак, поселок Кресце, или город Кресце, я думаю, все-таки поселок, что я делаю в корзине, там у Димы кнопка провалилась вовнутрь, здесь такая резьба с наружной стороны, ну, она закручивается, как гайка, а ответ на часть в виде болта, ну, короче, провалилась, ящичек разобрал, накрутила все. Что мы здесь делаем? Давай! мы здесь, ну, можно так сказать, работаем. Наша задача, в общем, козырек, и вдоль козырька вот этого водослива по всему периметру прочистить и положить греющий кабель. пока коэффициент работы мне нравится, 50 на 50, то есть 15 минут поработали, 15 минут греем руки, при всем при том, что температура на улице, ну, наверное, ноль. Ну, ладно, пофиг. Вот, вообще поселочек такой, что-то он очень похож на вот этот, помните, Никольска, там, кто смотрел на канале, примерно годовала серия, главности тоже такой, не особо, я бы сказал, перспективный, может, конечно, есть то, чего я не знаю. Я с утра уже тут парочки человек помог, кого толкнул, грузовичку дал решетку и коврик, чтобы выехал, потому что здесь как-то с этим тяжело, с чисткой дорог. Не очень понимаю, на что здесь живет народ, ну, такой, знаете, город, как в классическом произведении, там, 12 стульев, то есть, есть аптеки, а, нет, сприкмахерские, похоронка и что-то еще, не помню, продукт, по-моему, пардон, давно смотрел. Здесь примерно то же самое, здесь есть красное-белое, здесь есть быстроденьги и продуктовые магазины. Все. Это, по крайней мере, то, что я видел. Я, конечно, спрошу для интереса, мне, в принципе, интересно все места, где я работаю, вот, ну, пока вот так. Ладно, чего, через пару дней ждем большие морозы, сейчас пока, пока пойду посплю. Ребята в корзине, работают сами, поэтому, опять же, да, разговор про управление в корзине, стоило ли за него платить деньги. Черт возьми, стоило. Поэтому сейчас я пойду в кабину, перекушу, ну, ребята, пусть крутят, ловышку мутят. отработали мы сегодня 11 часов 11. В 5 утра встал, в 9, ну, условно начали, ну, и, соответственно, закончили, там, в 8 вечера. Ну, вопросов нету, все оплатили, сразу по свистку заселили в гостиницу. Ну, номерочек так. Короче, туалет там общий, душ общий, через коридор, но кафешка есть, чисто, ну, нормально. Я думаю, для такого поселка вполне себе ничего. В любом случае, что тут, это лучше, чем спать в машине, это лучше, чем спать в кабине, в бытовке, или еще чего-то такое, пропадя, но пропадом, как бы уже проходили все эти моменты и пришел к тому, что не, как бы, ну, надо стараться создавать комфортные условия. Завтра работаем опять целый день до Талова и, скорее всего, на понедельник. Ну, что делали, видели, да, то есть там прокладывают, ребята, греющий кабель. Сегодня было, ну, там плюс один, плюс два, завтра уже минус четыре, а после, а, завтра один, два, потом минус четыре, и вот как раз я буду уезжать, когда отсюда уже будет минус двенадцать. Очень резко похолодает. Вот. Ну, что, перед Новым годом надо деньжат порубить, поэтому рубим, пока рубится. Ну, все, на связи. Второй день работаем, работаем второй день. Выспался, отдохнул, конечно, намного кайфовее настроение, чем когда ты встаешь в пять утра и пылишь, черт знает сколько. Да, нашел. Вот, и пылишь, черт знает сколько. Вот, в чем здесь вообще еще идея. ребятам оказывается надо, у них местами не было плитки, ну, там, вентиляция, то есть я стою на месте, они по очереди сажаются, то плиточники, то кровельщики. Вот, я сгонял в магазин, купил то, что обычно газон против, предохранители и щетки. когда ночью ехал и отделилась вторая ступень ракетоносителя моего, сдула левую щетку, пришлось перекидывать вправую, да и вообще давно пора поменять. Я думаю, он это заслужил. Вот, и возможно будет третий день, но не знаю, это не точно, либо сегодня отжимаемся до упора, либо заходим на третий день, посмотрим, как получится. Такие дела, все, на связи. Парни, привет. Ну что, как мы и предвидели, наступили морозы. Сегодня третий день, ребята сегодня ставят такого как катанку, ну это молния защита. Ну и конечно, морозы привезли, принесли новое расстройство. Вышка наполовину перестала работать, электрический пульс сверху на одну половину, нижней на вторую. Ну, короче, как-то так. У Овы манипулятор сегодня не завелся, просто, просто не завелся. Начали прикуривать с пустера, перегорела перемычка. Скорее всего, в ней проблема и была. Вот, она изначально зарядка была, ну, не дозаряжала аккумуляторы. Так что, чего, сегодня третий день работаем и едем домой. Хватит, мороза на носу, поработали и хорош. Но вообще, и то сейчас градусов 10-12, но лишний раз убеждаю, что в морозы, морозы в большей, делать нефиг. Надо дома отдыхать. Не мучить ни себя, ни технику, ни людей. Как-то так. Ладно, трудимся. Продолжение следует...